Всем привет! С вами Сад Огород. Перед нами лук мячиковский. Этот лук мы сажаем давно. Лук этот отличается хорошими вкусовыми качествами. Растет он, как ни странно, три года. Лук имеет приплюснутую форму, вот такую. Вот мы видим красивую приплюснутую форму. Если мы сажаем крупный лук, он бывает растет по две луковицы из одного гнезда. Но в основном растет из одного гнезда одна луковица. Первый год мы сажаем вот такую вот лук-репку на семена. И получаем из нее чернушку. Это называется лук на стрелку. Стрелка это цветущий лук. Получается чернушка. Из нее мы высаживаем лук-сивок. Вырастает мелкий лук-сивок, который мы сажаем. И получаем лук-репку. Вот такую. Вот такой лук-репка. Таким образом, лук это довольно-таки дорогой, поскольку он растет три года. И вырастить его в нашей Московской области довольно-таки непросто. Особенно очень трудно вырастить чернушку на пуговку. Она поражается очень сильно мучнистой росой. И луковая муха. В жаркую погоду очень сильно донимает лук-сивок. И приходится его частенько обрыскивать различными ядами. для того, чтобы луковая муха была уничтожена. Лук-нарепку тоже поражается часто мучнистой росой или фитофторой. Это для него самое опасное заболевание, с которым тоже приходится бороться в течение лета. Перед нами отцвевшие стрелки лука на семена, то есть на чернушку. Вот мы видим, как они выглядят. Вот она чернушка. Мы видим, она еще не дозревшая. То есть она еще не высохла. Вот так она и выглядит. Они еще не наполнились. Такие пустые. Еще молочные спелости. Недели через две придется ее убирать. Вот мы видим чернушку на ногте у меня. Вот так она выглядит. Таким образом она растет. Стрелка, которая дает чернушку. Здесь у нас сохнет лук-сивок. Вот мы видим, уже практически высох. Он разного калибра. Еще не калиброванный. И мелкий, и крупный. И очень мелкий, и очень крупный. Вот это то, что выросло у нас из чернушки. Несмотря на то, что лук репчатый вырастить довольно-таки сложно. И выращиваем его через три года. То есть по кругу идет. Чернушка, лук-сивок и лук-нарепку. Мы этот лук любим. Употребляем его во всех блюдах. Поскольку, я уже говорил, он довольно-таки сладкий и приятный на вкус. Спасибо за внимание.